В день гражданской обороны. Пожар, взрыв, дым, вой, сирен. На ТЭЦ-2 сегодня довольно оживленно. МЧС, полиция, скорая, пожарные, все спецслужбы в строю и готовы к оказанию помощи. Затем, как идет ликвидация последствий, наблюдали и мои коллеги. В одной из цистерн ТЭЦ-2 шли сварочные работы. Неожиданно произошло возгорание. Затем прогремел взрыв. Мазутный резервуар полностью разрушен. Топливо загорелось, произошла разгерметизация и разлилась нефть. На территории предприятия раздался сигнал тревоги. Оперативный персонал сориентировался мгновенно. После вызова спецслужб первое, что делают сотрудники ТЭЦ, устанавливают водяную завесу, чтобы потушить огонь и охладить соседнюю цистерну. Пожар учебный, а тревога настоящая. По легенде, в пожаре пострадали 10 человек. Из них 5 погибли. 10 пострадавших, 5 из них погибло. Как пора? Медики начинают оказывать помощь пострадавшим на месте. Некоторых сразу увозят на скорой. По сценарию учений, под угрозой отключения от электроэнергии и теплоснабжения находятся 25 социально значимых объектов и 720 жилых домов. Однако для населения при возникновении такой ситуации в действительности прямой угрозы нет. Основным топливом на предприятии является газ. Мазут – резервное топливо. У нас еще остается 3 резервных резервуара, что нам дает возможность жизнеобеспечения станции и города в течение определенного времени. Впервые в республике на этих учениях презентовали подвижный пункт управления. Он позволяет руководить ситуацией с места чрезвычайной ситуации. У электромобиля два отсека и все необходимые удобства. Связь – видеокамера для оценки чрезвычайной ситуации на расстоянии до 100 метров. Отопление – кондиционер. Некоторые ЧП могут затянуться не на одни сутки, говорят сотрудники МЧС. Поэтому в электромобиле вполне можно даже жить. Обошелся такой пункт более чем в 5 миллионов рублей. Слезь с чем это? Это связь с темой лавкой. Но мы сейчас переключим. Вот, пожалуйста, они переключают вот Ульяновская область, все подвижные пункты управления. Потушила условный огонь атака пенных генераторов. Общая задача спецслужб – устранение последствий взрыва на мазутохранилище Чебоксарской ТЭЦ-2 – была выполнена успешно. В подразделения сил и средства все прибыли, все подразделения, которые необходимо работают, начиная с оцепления, с пропускного режима сюда в зону чрезвычайной ситуации, заканчивают медицинским обслуживанием, тушением пожара, условного пожара. Мы все видели, как работали пожарные подразделения. То есть все силы и средства, которые необходимы для участия в этой ликвидации, все работают слаженно, все знают, что делать. Такие сценарии отрабатываются, чтобы при реальном ЧП спасатели были готовы к любому развитию событий. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.